Друзья, всем огромный привет! С вами Аня Bookspace, и я вот тут смотрела свою ленту YouTube и обнаружила огромный флешмоб от своих коллег. Нынче все снимают свои книжные итоги полугодия. Лучшие книги, худшие книги, так себе книги, какие-то заброшенные книги. И я подумала, что я тоже хочу и сниму и для вас тоже книжные итоги полугодия. Вот только я выбрала формат конкретно лучших книг, без худших, без закрытий и тому подобное. Знаете почему? У меня нынче, я буквально в одном шаге, в одном шаге от не читая, лютого, и пришел он оттуда, откуда я его вообще не ждала, поэтому мне крайне хотелось бы взбодриться и вспомнить те эмоции от хороших книг, которые читала в этом году, и чтобы у меня все было хорошо и дальше. Просто напомню себе о том, что это всего лишь одна книга, и из-за нее я могу просто застопориться и лишиться многих классных. Как-то вот так вот себе решила сделать. Надеюсь, что это видео будет вам интересно, и я надеюсь, что вы тоже поделитесь своими комментариями, само собой. Наверное, именно эти книги и будут сражаться за финальный VIP-билет в лучшие книги года. Я не знаю, войдут ли они все, прям в лучшие книги года, но наверняка многие из них да. Я вот тут обнаружила, что я иногда меняю оценку книги на лайфлибе. Могу ее повысить, могу ее понизить, просто потому что я себя спрашиваю, «Хм, ты поставила этой книге 9, хорошая оценка, а у тебя такие же к ней эмоции сохраняются и прямо сейчас». И я такая думаю, да нет, это была вполне себе нормальная книга, ну обычная книга, но вот тогда она меня прям впечатлила. И я таким книгам оценки понижаю немножко. Или, допустим, «Аня, а почему ты эту книгу оценила на 7 из 10? Камон, ты до сих пор о ней думаешь». И таким книгам я оценки повышаю, поэтому в этом плане и есть какой-то интерес посмотреть, что же в итоге у меня войдет в лучшие книги года. И, конечно же, как только я села снимать, всем приспичило сверлить стены. Конечно же, отличный день для сверления стен, само собой надеяться, да это будет не сильно, друзья, вам мешать, смотрите видео. В основном всем этим книгам я поставила оценки прям высокие, прям для себя огромные реально оценки, либо десятки, либо девятки из 10, я само собой так считаю. И надеюсь, что они у меня сохранятся до конца года. Самый для меня интересный момент при обнаруживании лучших книг в этом году, это момент, знаете, когда я еще не знаю, что она будет лучшей книгой года или там одной из лучших книг года. Когда я только ее покупаю и такая «Ммм, это должно быть интересно». Не подозревая даже, насколько мне это будет интересно. Для меня это определенно нечто волшебное, поэтому я решила этим делом с вами поделиться, так ментально, знаете. Пускай в ваших ближайших покупках будет, по крайней мере, одна, хотя бы одна книга, которая у вас войдет в топ года. Жух! Ну а кроме потенциально хорошей истории, над нас, разумеется, интересуют еще и выгодные приобретения и хорошие скидки. Поэтому спешу поделиться с вами. Нынче в интернет-магазине «Читай город» проходит акция «Фестиваль Эксмо» со скидками 20% на книги издательства. Тут как раз есть подборка самых популярных книг. Здесь и фэнтези, и фантастика, и нонфикшн, и опаньки, есть еще и триллеры. Говорят, что эта серия про профайлера очень классная у автора, нужно бы обратить внимание. Но вы, в свою очередь, продолжаете обращать мое внимание на благословения небожителей, конечно же. Между прочим, это одна из самых популярных сейчас книг в магазинах. Вы только посмотрите на ее продажи. Кстати, все поклонники серии «Ликуйте» уже можно себе оформить предзаказ на вторую часть. Прямо-таки вот здесь. Но для всех тех, кто пока что не знаком с писательницей и не знает, с чего начать, с магистра, с небожителей, с чего-нибудь еще, на сайте есть отличная статья по ее творчеству. Постараюсь вам не забыть ссылочку в комментариях, разумеется, оставить. Ну и касаемо лучших книг из этого ролика, если вдруг вам какая-нибудь приглянется, то, во-первых, в инфобоксе к этому ролику есть ссылочки на все мои прочитанные по этим книгам, и есть ссылочки на «Читай город». Их там можно купить, разумеется, со скидкой 15% по моему промокоду «Букспейс». Он работает до 20 июля, действует буквально на все, кроме перезаказов. Так что я надеюсь, что у вас будет отличная ближайшая книжная охота. Переходите по ссылочке в описании, и приятного вам шоппинга, друзья. Я решила, в свою очередь, свой список не перемешивать, а буквально начну прям с января и до июля. На эту книгу я не возлагала огромных надежд, и первые, наверное, два месяца после прочтения у меня были к ней отношения, ну, норм, норм книга, и это именно та книга, которой я повысила оценку, потому что до сих пор про нее думаю, до сих пор она мне как-то аукается в голове, до сих пор считаю ее очень крутой в своем жанре. Это книга «Исчезнувшая» Гиллиан Флинн. Вообще, эта книга знатно мне скрасила переезд в Петербург, потому что я приехала в самое темное время года, вот в январе, еще была такая офигенно снежная лютая зима с льдом во дворах, и я ходила в наушниках, слушала я ее именно в аудиоформате, и она мне знатно скрашивала дни, тем более она очень сильно захватила мое внимание. При условии того, что я вообще-то знала, о чем книга, смотрела фильм Дэйда Финчер, по-моему, Финчер ее снимал, экранизацию еще исчезнувшей, и, между прочим, как оказалось, Финчер весьма хорош в переложении экранизации, он очень бережно подходит к оригиналам. Он же снимал и «Бойцовский клуб Паланика», и вот Гиллиан Флинн, и наш предыдущий обзор Ларсена, «Держка с второго кадракона» тоже снимал именно он. Эта книга начинается весьма просто. Пропадает жена в годочину свадьбы, а муж себя ведет весьма и весьма странно. И, знаете, книга раскрывается с таким душком, я бы сказала. Эта книга про антигероев, здесь нет ни одного хорошего, адекватного персонажа, вообще нету. Поэтому всем тем, кто в эту книгу идет за какими-то хорошими персонажами следить, увы, друзья, вам не сюда. Развязка в книге на молечный вкус весьма изящная, если так разумеется, можно об этой книге выразиться. При этом ты чувствуешь, что тебя окружают одни муки, и автор в этом невероятно хороша. Я вот даже поражалась, как вообще она вот вытерпела вот такое описывать. И здесь нет, знаете, вот грязи ради грязи. Здесь есть последствия воспитания, отношения, общения, и «Таракана в голове» не без них. Эта книга с каждым месяцем для меня раскрывается по-новому. Я к ней мысленно после каждого триллера все равно возвращаюсь. И каждый раз думаю, это маковка, это офигенно. И если в этом году все-таки буду делать видео по моему топу триллеров, если, разумеется, он вам нужен, пишите в этом в комментариях, пожалуйста. Но я бы хотела такое сделать, поэтому я активно начитываю. И вот после каждого триллера я думаю, что это, блин, топчик. Пока что для меня вот это, это прям топ. Поначалу я до книги поставила оценку, кажется, 4 из 5, что в переводе означает, ну, норм, но я больше такое брать не буду. Ой, фу, какие здесь мерзкие персонажи, как будто первый раз на таком празднике. Но все же что-то в этом все равно есть. И мне кажется, что именно вот такой ход, который автор применяет в этой книге, я не знаю, будет ли он для вас спойлерным, наверное, все-таки да. Поэтому вот такой вот ход, который автор применяет в своей книге, он хорош, он книгу очень здорово красит. Мне здесь нравится и развязка, и ход повествования, и то, как герои вот так вот грязно раскрываются. Классно. Это отличный триллер, по крайней мере, точно войдет мне в топ года. Дальше в январе мы заболели ковидом. Благо, мы перенесли его вполне себе нормально, но все равно было не сильно просто, по крайней мере, информацию употреблять. И я его читала, а не могла толком уложить в голове вот всю информацию. Тяжело, короче, было. И я искала такую книгу, которая была бы и увлекательная, и отвлекательная. То есть, чтобы она бы меня и от болезни отвлекла, но как бы и увлекла бы тоже. И вот обещанный Неверленд с этим чудесно справился. Какое вообще счастье, что я утащила с собой в Петербург обещанный Неверленд. Все тома, я даже вот новые прикупила, ура. И, кажется, я съела эту серию, там пять томиков манго. В принципе, но, тем не менее, съела их буквально в один или в два дня. По-моему, даже в один. И я скажу вам, что это офигенная история. В ней невероятно высокие ставки. Пожалуй, она самая увлекательная. Хотя, возможно, с последней книги в этой подборке она могла бы и поспорить качество увлекательности. При этом это чудесная головоломка. И вот о ней сложно рассказывать, не спойлеряя ее. Потому что не хочется как бы спойлерить завязку. Как бы это странно ни звучало. Передаю привет видео о спойлеров Анатолия с канала Книжный поезд. Поверьте, мне здесь не получится вам сказать «Ой, да ну и хрен бы с ним, пойду-то там чай попью». Всегда сидишь в напряжении. Скажем так, здесь история о том, что дети из детдома узнают страшную правду, и теперь им нужно оттуда выбираться. Вот, это все, что вам, в принципе, нужно знать. Просто это буквально первые 20 страниц, а потом вы понимаете, что происходит. Но это вау должен каждый читатель испытать. Чем мне нравится эта серия, помимо ее динамики, помимо ее захватывающего внимания сюжета, здесь клево раскрывается сеттинг. Аккуратно, по чуть-чуть. Знаете, как будто вы аккуратненько тропинку прокладываете, автор на вас не вываливает весь лор, мол, на, ешь, дальше поговорим. Потихонечку, полигонечку вы раскрываете, и здесь есть такой эффект загадки в сеттинге. Короче, это суперкруто. Еще это быстро читается, потому что манга. Вот. Я надеюсь, что нам ее полностью завершат. История, пожалуйста. Фух. Дальше, друзья, пожалуй, коротенько, потому что у меня по поводу этой книги и так душа колобродила. Тут еще как бы реальность тоже немножко зеркалит эту книгу, и я бы в жизнь не подумала, что она будет нынче очень актуальна. Это книга книжной ворзу закан. Кто бы вообще мог подумать, что мы вот сейчас в наше время будем так близко, так близко около этой книги ходить, пипец. Вообще, это книга, которую я рекомендую прочитать всем и каждому. Ну, типа, из серии должен прочесть каждый, хотя я редко такое говорю, и для меня найти какую-то универсальную книгу для всех, это тот еще квест. Вообще, с нее, как мне кажется, очень здорово вливаться в чтение, когда этого ты не знаешь, че б мне почитать? Вот че б мне почитать? Обычно я всех направляю на топы лучших, топы, там, 200 BBC и прочее-прочее. Вот такие книги способны в чтение влюбить, потому что не каждая история может сыпануть так сильно, а здесь еще и слог как будто клещами всыпляется в глотку и не отпускает. Это уникальная книга, в которой автор лихо замешивает красоту языка и ужасы войны, и ты просто находишься, знаете, вот в перманентном ахере от такой подачи всю книгу. Книга реально хороша, здесь есть и ретроспектива, и какие-то невероятные просто метафоры, и ужасные события, и за персонажей переживаешь. Короче, это бомба, конечно. При этом у книги есть такой эффект настаивания. Ну, то есть, чем дольше ты о ней думаешь, перевариваешь, анализируешь, тем ты как-то больше наполняешься ей. Это очень здорово. Мои рекомендации. К слову, по поводу книжного вора у меня еще есть не только прочитанное, но еще у меня есть на канале книжные выходные с ней, где я прямо-таки в реальном времени читала развязку. Ой, так что оставлю вам ссылочки и на то, и на то тоже. Дальше, друзья мои, судьба шута. Естественно, какой вообще может быть топ на канале Bookspace без Робин Хобб? Это было бы слишком странно, и наверняка это было бы маркером того, что меня похитили инопланетяне. Ладно, кроме шуток, эту книгу я начинала читать в Сочи, дочитывала в поезде в Питер, и вот в Питере заканчивала. Поэтому я такой, знаете, немножко проводник немножко меня в другой мир, и поэтому еще, наверное, вот такие эмоции от книги, помимо того, что она офигенная по сюжету, как бы и по завязке, и по развязке. Робин Хобб – это моя визитная карточка канала, вот наравне со Стивеном Кингом, и, по-моему, обзор этой серии, конкретно этого цикла о шуте и убийце, получился весьма-весьма таким монументальным, я бы сказала. Ссылочка, разумеется, будет в инфобоксе, друзья. Там есть и бесспойлерная часть, и спойлерная тоже. Для меня в этой книге прекрасно все, за редким исключением об этом тоже поговорю, но, тем не менее, привлекает меня в ней практически все аспекты. И эпик, и размах, и политика, и приключения, и пророчества, и система семи кланов на островах. Это так необычно, это так удивительно, и это так выглядит естественно для книги. Особенно мне нравится, как прошлое мира касается героев и нас тоже, что автор, опять же, не вываливает весь лор тебе на голову, а постепенно, как будто ты можешь коснуться прошлого в этой книге. И то, к чему вообще привела развязка, которая начиналась вместе, шутаешь, такая, ах, вот для чего все эти события, блин, были, офигеть диверсия. Единственное, пожалуй, ложка дегтя. В этой книге для меня была в финале, в финале ветки Фитца. Ну, для меня это было, ну, слишком сахарно. На Робин Хобб даже не похоже. Знаете, вот, то гуд, то битру. Как-то вот подозрительно, что ли. Не знаю, вроде бы персонаж и заслуживает хороших дней, но, с другой стороны, как-то это не по-робин-хобски выглядело. Ладно, тем не менее, общее впечатление от приключений, от взаимосвязи всей вселенной, это не испортило, конечно. А еще Робин Хобб чертовски хороша в прописании отношений между героями, причем отношения разные, дружественные, любовные, вражеские, коллегиальные, если такое слово отношения, но, в общем, она хороша, в этом нереально. И отношения вот Фитца и Шита, это, вы знаете, больше, чем все другое. Как-то хотелось мне покороче, каждый в книге говорит, но не в случае Робин Хобб, видимо. Чем эта серия для меня особенно примечательна? Тем, что раньше мне больше нравилось, а точнее как, скажем так, мне был более понятен Фитц, а теперь я его отодвинула на задний план, и на переднем, разумеется, у меня теперь Шут. Я недооценивала Шита знатно, по крайней мере, в первой серии, в первой трилогии, мне он оказался персонажем таким, знаете, загадочной загадкой, а оказывается, это гораздо больше, чем загадочная загадка. И к тому же, теперь для меня поменялись местами мои любимые циклы о Робин Хобб. Как-то вот так вот, именно из-за этой книги, именно из-за финала этой серии, все у меня как-то теперь по-другому в моей личной системе координат. Во-первых, мне раньше нравилась именно серия про живых кораблей. Она реально хорошая, она очень классная, приключенческая нереальна, но теперь вот эта серия у меня на первом месте. Видимо, она, скорее всего, у меня делит первое место сагой о видящих. Как-то вот так. Дальше, друзья, отличная книга по литмастерству. Об этом говорит, в принципе, гораздо лучше, чем я. Количество стикеров полезных. Толковая, четкая, все примеры по делу, однако для меня все-таки это уровень advance, литмастерства. Поэтому начинать с нее в плане техники я бы, наверное, не рекомендовала. А вот в тандеме идти, допустим, как базовый уровень, например, это было бы создание арки персонажа, та самая синенькая, у Альпины, то второе бы шло к ней дополнение именно вот это. В принципе, начинать с нее так-то можно, но мне кажется, что все равно она лучше дополнит базу, скажем так, расширения квалификации вашей. И я ныне считаю ее собрата, где-то у меня он сзади лежит, как написать зажигательный роман от того же автора. И мне просто интересно, чем они различаются? В подаче, в информацию, та более эмоциональная, эта более техническая или как? Про что-то, разумеется, расскажу. Еще у меня в мой топ наверняка войдет сборник Стивена Кинга, «Тьма и больше ничего». По крайней мере, в ней четыре повести, но две – это просто супер пушка в высший класс. Я ожидала, что у меня здесь окажется Билли Санверс почему-то, но, увы, для меня он не сильно вытянул, но тем не менее. На год еще у меня, по крайней мере, запланировано три романа Стивена Кинга, это уже будет на второе полугодие, а в этом сияла именно эта книга, этот сборник повестей. Здесь чуть ли не выжимка творчества автора, это чернота, это неизбежность, это погружение в темные душонки героев, это их зловещие решения, здесь все, как говорится, на месте, только вот попкорн подъедай. Намолечный вкус и ощущение – это, пожалуй, самая мрачная работа Стивена Кинга, в принципе, сборник на его название намекает, мое больше ничего. В оригинале Full Dark No Stars и идеально описывающее название книга. Отмечу также, что от них оторваться невозможно. Да, темные, мрачные, удушающие, о них еще не надо, но дайте, пожалуйста, еще, как-то вот так. И, пожалуй, что самые лучшие повести в этом сборнике – это первая и финальная, это 1922, название года, и это Счастливый брак. Ух, вот они знатно нервишки потрепали, супер, вот они от и до, от начала и до финала они нереально хороши. Счастливый брак – это вообще, по-моему, знаете, что-то не верхушка авторского саспенса и психологии отношений. Я вообще почему-то люблю, когда оказывается, что в семье кто-то был с душком и никто об этом не знал, а потом узнал, и что ж он теперь будет делать дальше. Именно поэтому вот после этой книги, после Счастливого брака, вы мне порекомендовали «Мертвое озеро» Рэчел Кейн, и она буквально, не знаю, две-три позиции буквально не вытянула до этого топа, но она тоже хороша. И еще мне рекомендовали сериал «Блудный сын», и я его точно буду смотреть. Если я до сих пор не упомянула, о чем вообще эта повесть, «Счастливый брак» – это после 30, кажется, лет совместной жизни жена узнает о том, что ее муж – это серийный маньяк. И что теперь ей с этим совсем делать? При этом, как мне кажется, у этого сборника весьма хорошая форма. Это повесть. Я, в принципе, любитель короткой прозрасти именно Кинга, но и большие в романы тоже люблю. Но при этом эти работы были бы не так хороши, и не так стреляющие, выстреливающие, как, допустим, в короткой форме. Вот. То есть тот же «Счастливый брак», тот же «19-22» – они бы не так хорошо выстрелили в большой форме. То, что они короткие, то, что они сжатые, им дает фору знатную. Короче, это отличная вещь, мне очень сильно понравилось. Знаю, что после моего отзыва очень многие тоже прочли эту книгу. Классно. Я очень рада, правда. Потому что это очень достойная работа, и я, разумеется, продолжаю авторские сборники и дальше читать. Собой у меня еще, по-моему, аж целых два его сборника и еще одна новая купленная книга. Новая купленная, но не вышедшая. Это воспламеняющая. Вот. Именно эти три книги у меня запланированы на следующие полгода. Посмотрим, дотянут ли они вот до этой, по ощущениям. Дальше, друзья мои, у меня шла неделя чтения фантастики. И она была на редкость удачной, потому что у меня вот в этом видео из той недели аж целых две книги. Вообще никакой интриги, что называется. И к тому же, я эту неделю чтения вам обещала еще с прошлого года, поэтому в этом году я методично раздаю все обещанные видосы. Одна из книг, которая меня нереально впечатлила, это «Дети времени». Я вообще поняла, что мне нравится про такое читать, про цивилизацию других видов, причем знакомых мне видов, например, про цивилизацию крыс, про цивилизацию, там, дельфинов, например, или, в данном случае, пауков. В данном случае у нас эксперимент с реформированием планеты и населением ее приматов проваливается, и вместо того, чтобы там приматы, как высшая раса, прорастали, и у них шел бы прогресс, здесь на это место стали пауки. И знаете, автор настолько хорош в своей фантазии и в прописании этого мира, даже думаешь, а не есть ли вот подобное где-нибудь вон там у нас за звездами. Я диву даюсь, как вообще автору хватило фантазии, вот такое прописает, да, здесь у пауков есть и, собственно, язык, и религия, и наука, и какое-то общение, и какое-то, знаете, социальное неравенство, что ли. А вот то, как здесь формировалась их наука и изучение с их точки зрения человека, это просто пушка. Я такого не читала нигде, правда. И то, как автор показывал, какие у них там были на заре их веков оружие, какие они себе делали доспехи, пауки, воина с муравьями. Мое уважение. У нас здесь к тому же не только про пауков, но еще и про людей, которые пытаются спастись, вообще хоть где-нибудь осесть, хоть какой-нибудь, знаете, ковчег найти для продолжения жизни. Короче, это суперинтересно, это офигенно просто. И вот с таких вот, знаете, книг, начиная знакомство с фантастикой, это же пипец высокая планка. Я ее буду, блин, всем рекомендовать в течение всего года и в ролике с фантастикой, общепрочитанные за год и в топе года сто процентов, так что еще не раз от меня ее про нее услышите. И я еще, к слову, жду и продолжения книги, но еще пока что не видела какого-то анонса от издательств. Дети погибели она должна называться. Вот такой вот обложки, надеюсь, что у нас ее тоже издадут. Ну, а от этой книги я, блин, до сих пор под впечатлением, правда. Она настолько сильно дала мне в голову, что я просто не ждала, что можно вот так о космосе писать. Это, разумеется, ложная слепота. Моя первая хардкорщина, моя первая хардкорная фантастика, это реально, знаете, как бы уровень advance фантастики. Я в своем обзоре говорила, что это что-то вроде, если бы учебник по физике университетский завел роман со сборником поэзии, мне буквально с ног сбивали авторские метафоры в этой книге. Я такого вообще не ожидала, вот таких вот подсечек, серьезно. Я ожидала, что будет что-то очень сильно хардкорное с точки зрения науки. И, к слову, да, у нас здесь нет такого, знаете, человечка для читателей, который бы говорил, ой, а можно попроще? Нет, нельзя. И вот даже мне, инженеру по образованию, приходилось слегка напрягаться для чтения, но это стоило того, определенно, это стоило моих усилий. Здесь герои летят на первый контакт, нам показывают и землю будущего, причем не самого далекого будущего, между прочим. Они летят у нас на первый контакт весьма-весьма компанией нереальной, компании выдающихся джентльменов в космосе. У нас здесь есть как фича и расщепление личности, у нас здесь есть и вампир, у нас здесь есть и андроид, все, зашибись с набором героев. У меня еще очень сильно впечатлило то, что они вообще нашли в этом космосе, только они пытались понять абсолютно чуждый разум. Это всегда так будоражит, правда. И я еще нашла по вашим рекомендациям еще и фан-видео по этой книге, которое закрепило мне визуал, и это было крышесносно. Как-то вот так вот. Друзья мои, спасибо вам большое за рекомендацию. Я мечтаю эту книгу как-нибудь в будущем вот на пенсии под яблонькой пересчитать медленно, медленно и красиво. Возможно, даже и раньше. Дальше, друзья мои, по поводу комиксов, потому что следующая у нас книга это комикс, лучший в этом году, определенно открытие этого года. Скажу так, что я в свое время насчитала много комиксов в коротенькое время у себя на канале. При этом я больше поклонник альтернативы, а не супергеройки, все-таки там я как-то выборочно к ней подхожу. А в альтернативу я увлекаюсь, мне интересно, и мне казалось раньше, что я уже самая прикольная, вкусная, будорачащая, я уже прочитала. Но, оказывается, нет. Помню, на заре канала у меня перед глазами тогда еще мелькал комикс жуй. И я такая, наверное, это слишком странно, это слишком фантасмагорично, я такое не оценю и вернулась к нему спустя шесть лет. У героя здесь странные суперспособности, он мог бы видеть прошлое еды, то есть то, что он ест. При этом, к тому же, еще он и детектив, соответственно, вот эти две способности можно очень и очень странно и чернушно совмещать. Я переживала, что мне будет дурно от такой концепции, но я ржала. Я ржала, мне было очень смешно, очень клево, залипательно и интересно этот комикс считать. Все-таки, я так поняла, что во мне живет такой, знаете, маленький любитель черного юмора. Он маленький, потому что обычно это не моя травень, совершенно, это как бы не чашка чая, совершенно нет, это именно травень. Но она классная, это очень крутая история, она залипательная, она непредсказуемая, у нее бывает странный сюжет, но тебе все равно, блин, интересно. Чем-то напоминает она мне, скажем так, вайбом, какими-то похожими ситуациями, возможно, даже инопланетянами, людей в черном, потому что здесь инопланетяне тоже есть. Здесь, в принципе, чего только нет, скажем так. Сюжет здесь весьма условный, он как бы есть, но цельная картина, это как будто бы такой калейдоскоп веселый. Ну, то есть, если вам очень важно знать, что у комикса вот есть отправная точка и какой-то финал, скорее всего, это вам не подойдет. А кому прикольно чисто развлечься такими интересными, увлекательными, зажигательными историями, это да. Комикс странный, но он очень заводной, и он так поднимает настроение, в нем хороший юмор, несмотря как бы на ситуацию, на то, чем герои питаются иногда, на то, что здесь куриный гриб поработил мир, это реально, это странно, но это ржачно. Вот. К тому же, здесь на редкость в моем вкусе рисунок. Он здесь весьма и весьма шаржевый, и вот такой рисунок понравится не всем, но это очень мое. Он живой, подвижный, эмоциональный, он классный. Классный. Очень классный. В общем, для меня это чудесное открытие в этом году. Начинала я его читать в фанатском переводе в интернете, потом такая думаю, блин, мне такое надо в коллекцию. По-любому, хоть как, и я еле нашла первую часть. Увы, к сожалению, Excel Media, можно, в принципе, дальше не говорить, точка как бы, Excel Media, всем все понятно, но они, увы, не пересдают первый том, и я не знаю почему, то ли закончились у них права, то ли что-то еще, что-то читало здесь куча премий Айснера, это комикса, и не зря, я думаю, не зря. Так вот, Excel Media, к сожалению, первую часть не могут допечатать, поэтому только срок ее можно купить, и все. Еще нам, вроде как, обещали, но я особо как бы, как бы, говорится, не раскисаю по этому поводу, обещали нам еще в этом году и четвертую часть, а должно в этой серии быть их шесть. В общем, я жду, что останется, только ждать. Дальше, ребята, тоже одна из самых, наверное, крутейских книг этого года, подарок от Даши Келлер, как бы, что называется, знак качества. Дашуля, привет! Это «Таинственная река». Это для меня такая смесь ядреная Стэнбека и Клинта Иствуда. Мрачная, давящая, черная книга с всплывающими тайнами, с очень мрачными героями, и здесь тоже, как бы, как Гелен Клин, нет толком хороших персонажей. Наверное, для меня это такой значок хорошего триллера, скорее всего, личные вкусы. История про то, как детские травмы иногда накладываются на взрослые травмы, получается, очень драматичные финалы. Книга из серии «Добро пожаловать на стеклозавод». Смотреть не хочется, не можется, не надо, я больше не хочу, но оторваться невозможно. Очень сильная вещь, причем здесь как бы и расследование есть, но на мой вкус оно здесь все-таки уходит на второй план, потому что на переднем стоит именно психология персонажей. Три друга, уже повзрослевших, с семьями, и у каждого из них своя судьба. И при этом они как бы друг с другом связаны очень сильно. У одного погибла дочь, другой это дело расследует, а в третьем как бы видит главного подозреваемого, потому что он именно в тот день пришел ночью весь в крови домой. Книгу стоит читать с шоколадкой, чтобы Демендров потом отогнать, я так считаю, но тем не менее она чертовски хороша. Очень-очень сильная вещь, к тому же по ней есть экранизация. Того же Клинта Испуда, того как бы и вайп вот такой похожий, темный, мрачный, давящий, сверху здесь наложился, причем экранизация со звездным составом, и я думала, прочитай книжку, посмотрю кино. Угу, я еле от книги отошла, как бы. Но все-таки мечта, как-нибудь все-таки кино и посмотреть, потому что говорят, что там очень-то уже бережно с оригиналом обошлись. Поэтому будет не сильно просто. Но забыть это будет невозможно. Дальше, ребята, снова, снова, опять, продолжаем говорить про Робин Хобб. Просто хотелось бы зафиксировать именно эту книгу в клевых книгах, потому что я не знаю, чего дальше ждать от Хроник Дождевых Чащоб. Эта книга прекрасное приключение, я от нее оторваться не могла, все те же филигранно прописаны такие, да. Ладно, кроме всего этого, прекрасное погружение в сеттинг, новые герои, и что очень важно в книгах Робин Хобб, к новым героям очень быстро привязываешься, потому что у меня лично книгам создались какой-то, знаете, ну вот порог вхождения. Нужно привыкнуть, нужно посидеть, подумать, как-то за героями последить, а здесь ты моментально с ними проникаешься. У меня с этой книгой получилось забавно в плане чтения. Я буквально ее съела в два присеста, один из которых был ночью. И вот себе представьте, я лежу, читаю, вот ночь, скоро уже рассвет, там три часа ночи, у меня уже голова пухнет от того, что хочется спать, а в моем возрасте как бы нельзя такое терпеть. И я такая думаю, блин, может все-таки уже не ложиться спать, как бы, ну ладно, потерплю, да, мне будет плохо, да, как бы у здоровья у меня будет такое, что с ума сошла. Но не хотелось отрываться от книги, и для меня вот этот факт того, что я книги не хотела отрываться, это очень и очень сильный маркер в ее пользу. Вот, именно поэтому она у меня в лучше за последние полгода. Слушайте, как быстро летит время, когда говоришь о хороших книгах, которые тебе нравятся, прям аж настроение поднялось, правда. Вот реально, я аж зарядилась, я смотрю такая, думаю, это все? Это последнее? На самом деле, книг хороших было гораздо больше, просто это сливки с прочитанного, это самое впечатляющее, самое классное, и это уже самое свежее, о котором я вам уже не раз все уши жужжала, уже, наверное, вас их достало, но, тем не менее, о ней я еще поговорю еще не раз, еще даже, наверное, в отдельном обзоре, поражаюсь тому факту, что у меня так сильно зашли голодные игры. Здравствуйте! Я все еще не могу примириться со своим удивлением, что голодные игры это топчик, не могу и все, просто потому, что я читала уже эту книгу, уже читала ее в 13-м году, и тогда это было ну так, все, ну так, это была вся моя рецензия, потому что фильм был лучше, но вот сейчас я ее читаю и оторваться не могу. Мне 31, камон, такие книги по-хорошему бы нужно читать пораньше, но вот это из тех книг, которые даже в 30, и об этом писали очень многие ребята в комментариях, что даже во взрослом возрасте они офигенно заходят. Круто! Книга так здорово держала мое внимание буквально вот в капкане, от нее оторвался просто нереально, несмотря на то, что написана она простенькая. Это простая история по написанию, я имею в виду, не разумеется, никак бы не по глубине погружения, но, видимо, я так полагаю, что у меня она нынче аукается с тем, что происходит в мире просто, поэтому так сильно цепляет. Экранизация книги мне в свое время очень сильно нравилась, она мне, в принципе, до сих пор нравится, но я понимаю, что гениальная книга лучше, скажу в чем. Во-первых, мы находимся у Китнинской героини в голове и мы ее лучше понимаем. В фильме, признаться, я не сна понимала, что героиня хочет, что она вообще как бы мальчиком чувствует и чувствует ли вообще, что у нее в голове по всему этому поводу здесь, это все как на ладони и это классно. Второе, как мне кажется, книга лучше закрывает пробелы в лоре, те, что показаны в фильме, просто в книге у меня не было никакого ощущения, что что-то плохо работает. Нет, как бы если покопаться, возможно, как бы я ее найду, но в книге гораздо лучше показана безвыходность, более гнилой показана система и то, как вообще организовываются игры, здесь показано гораздо круче. И самое забавное, что я по этому поводу не строила никаких ожиданий, что я думала, что у меня будет вот такая вот башенка Янг и Далта для развлечения, чтобы голову расслабить, расслабило классно. Я просто до сих пор планирую сделать для вас топ подросткового фэнтези, и мне казалось, что стоило бы как-то воспоминания по голодным играм освежить. Ну, чтобы был как бы чек, что я читала, да, но мне не зашло. Забавно. Короче, ожидания не строила, получила дофига, это очень круто, и я стараюсь опять же не строить ожидания на третью часть, просто буду ее читать. А там уже посмотрим, понравится ли финал, не понравится ли финал, потом уже поговорим, друзья, в прочитанном. Но, как вы видите, да, она снова в топе. Да, все-таки время с хорошими книгами проходит реально быстро. В принципе, друзья, все, я жду ваш топ. Давайте хотя бы сделаем топ-5 в комментариях вашей лучшей книги за этот год. Возможно, я на что-то обращу внимание и возьму себя на чтение в следующие полгода. В принципе, друзья, все, с вами была Аня Камыш, скоро мы же увидимся обязательно. Все, ребят, всем пока и до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok